Итак, уважаемые дамы и господа, мы с вами начинаем наш вебинар, посвященный новым возможностям 3ds Max 2016. Ну а также мы чуть-чуть краешком глаза зацепим не только Max, но и новейшую версию V-Ray, которая 3.2. Наша компания-специалист как раз переходит на чтение новой версии Max, ну и заодно мы обновляем и версию V-Ray. Хотя в первую очередь данный вебинар посвящен, конечно же, максовским новейшим возможностям. Ну и вот вы видите на экране у меня свежезапущенный только что снова 3ds.16. И мы наблюдаем новейший его интерфейс, действительно обновленный интерфейс. И вот первое, что бросается в глаза, вот это тут окошечко, которое называется Startup Templates. То есть теперь 3ds Max предлагает пользователю некоторый набор готовых шаблонных сцен. Ну, как вариант, вы можете начать с чистого листа, вот он, собственно, Original Startup. Также вы можете попросить 3ds Max сделать четыре варианта базового сетапа вашей сцене. Для архитектурной экстерьерной визуализации, для визуализации с HDR-средой и освещением, для визуализации отдельных мелких предметов и для визуализации подводных сцен. Надо сказать, в каждой сцене по-своему настроена освещение, окружающая среда. Везде стоит новейшая физическая съемочная камера. Забегая вперед, кстати, сделанная разработчиками V-Ray. И она же, кстати, применяется в новейшем V-Ray. То есть нет такого больше не очень удобного расклада, что у V-Ray своя, камера у Max своя, и непонятно, кусь из них лучше использовать. Теперь у V-Ray Max будет уже камера использовать. Но давайте для примера посмотрим, как это срабатывает. Мы можем выбрать любую сцену. Здесь мы читаем кратко ее описание. Что она делает в данном случае? Это HDR-ная сцена, то есть освещение проецируется картинкой фоновой. Мы можем визуализировать любые объекты, стоящие на картинке, освещенные ей уже. Ну, этот трюк у нас рассматривается в курсах V-Ray, однако вот 3D Max прямо из чистого листа сразу предлагает им воспользоваться. Но прежде чем я нажму, ну, два раза сюда или команду начать работу с новой сцены, я бы хотел показать вам еще такую вещь, как template manager. Template manager уже подробно разъясняет нам, что делает та или иная сцена базовая. Также именно с соупомощью он может делать свои базовые сцены. Ну, например, если в компаниях какой-то, да, вы занимаетесь визуализацией ювелинки, то можно сделать типовую сцену для визуализации ювелинки, все уже настроено. Поставить камеру, освещение, материалы загнать нужные. И сохранить ее как шаблон для создания сцен в 3D Max. И тогда у человека прямо здесь будет кнопка, там создать сцену для ювелирной визуализации. Он нажимает, и у него настраивается сцена с чистого листа, так, как ему нужно, и ему остается только какое-то ювелирное изделие в эту сцену добавить и визуализировать его. Кстати, сам файл сцены может быть, естественно, послан по почте, это отдельный файл. Это не структура внутри 3D Max, поэтому его легко передать. И, в общем-то, я более чем охотно верю, что будут большие библиотеки вот этих готовых сцен, которые можно будет обмениваться и, соответственно, очень сильно упрощать себе работу. Ну, все же, давайте посмотрим, как это работает. Вот это я вот выбрал HDR-ную сцену, да, всегда интересно HDR-ку использовать. И нажимаю New Using Selection Template. Ну, и вот 3D Max инициализируется, ну, загрузил HDR-ку. Да. А HDR-кой называют специальную картинку, сохраненную в особом формате, которая называется HDR или HDR. Я знаю, многие люди у нас, работавшие с VRay, с Max, уже добрались до такой терминологии, но, тем не менее, хороший вопрос, я могу сказать поподробнее. Вот именно эту картинку вы сейчас видите в качестве фона. Это часть сферической картинки, которую я могу вам показать более подробно, если я загружу ее в редактор материала, ну, в качестве фона, правда, стоит не HDR-ка, а PNG-шка, но неважно. Вот такая вот картинка. Она сферическая, и истинно ее размер куда более крупный. Притом от нее мы получаем и окружающую среду, и отражение, что самое главное. То есть вот это вот Солнце нарисованное, он на самом деле освещает, как самый настоящий Солнце. Сейчас мы в этом убедимся. Вот мы видим с вами уже готовую сцену настроенную. Кстати говоря, вот эта панель VRay, как видите, она немножечко изменилась. В сравнении с предыдущими, верно, смечет кнопочки, перерисовывают солнышко, красавица и нарисовали. Вот так, в принципе, все тот же самый наш VRay любимый. И я эту панель пристыкую сбоку. Сюда, там или сюда, такой, почтный. Можно все сделать. Ну вот насчет работы в Max, мы видим с вами, что у нас стоит подставка, стоит камера. Кстати, новейшая камера, VRay, физическая. Ну, не VRay, скажу, 321, однако. Давайте включим с ее глазами. И нарисую несколько объектов. Я вот нарисую чайники. Ну, куда у нас чайник. Вот. Ну, а теперь стоит нажать команду Render. И мы с вами видим, как этот самый готовый вариант марсовской сцены себя приоритет. Естественно, подставка, которая вот здесь вот видна в виде серого цилиндра, это на самом деле материал made shadow, который сам в себе не видел. Он визуализирует вместо себя фон, стоящий в качестве реального фона, но при этом от объектов остаются тени и отражения. Действительно, это очень удобно, особенно для человека, который только-только Max начинает изучать, ему хочется нарисовать что-то такое красивое. И чтобы это красиво, потом еще можно было визуализировать в качестве симпатичной картинки. Ну, и здесь 3D Max легко расставляет точки на 2. И если ты не представляешь, как сделать HDR окружение, если не представляешь, как взял подводную сцену, например, то здесь все уже готово. Кстати говоря, как видите, я нажал File Reset. И для того, чтобы снова вызвать меню, которое появилось в самом начале, я нажимаю Help Welcome Screen. Опять получаю Welcome Screen. Вот для разнообразия можно подводную сцену посмотреть. 3D Max предлагает такой базовый вариант настройки подводных сцен. Естественно, если я включаю вид глазами камеры, вот что я вижу. Кстати, вы заметили, что камера теперь в реальном времени отображает эффект глубины резкости. Ну, и вот можно ее отриентировать и посмотреть. Ну, естественно, для пользователей, профессионально работающих, уже не первый год с 3D Max. Подобное нововведение вряд ли покажется особо полезным, потому что люди, как правило, уже знают сами, как прекрасно сделать их HDR-дву среду, и красивую среду для экстерьера, и подводную сцену с туманом. Однако же для людей, которые впервые столкнулись с необходимостью сделать что-то подобное, это серьезный подспорь. Ну, и плюс, повторюсь, вы можете делать свои варианты начального сетапа этих сцен. Я нажму File Reset, с вашего позволения. Теперь давайте поговорим о нововведениях в так называемом сцен-эксплорере. Это вот боковое окно, которое мы здесь видим. А также поговорим об освещении и новой, безусловно, давно уже ожидаемой камере, которая совместима как с мирным временем, так и с верой, кстати, с Siren. Вот для этого я уже открою свою сцену, которую я подготовил для данного упражнения. Мы с вами посмотрим несколько сцен. И вот первый из них. Тоже лишний, как видите, у нас открылось аж два сцены-эксплорера, потому что один из них был сохранен вместе с этой сценой. Давайте его закроем. Итак, мы с вами видим архитектурную сцену. И вот первое, наверное, что бросится в глаза, если я повожу мышкой, теперь в Max в 16-м потрясающая функция. Ну, я думаю, многие видели в разных компьютерных играх. Подсветка объекта передавидели на него мышкой. То есть, когда я подвести мышку к объекту, его габарит подсвечивается. Это позволяет мне заранее понять, какой из объектов я буду выделять сейчас. То есть, скажем, если я хочу выделить именно, допустим, воду в бассейне, я четко понимаю, что вот так я выделю стенки бассейна, вот так я выделю воду в бассейне, там, ну, как-то вот так вот я выделю пейнтер бассейна. Всегда можно четко понять, какой из объектов ты будешь сейчас выделять при щелчке мышки. Притом, если объект выделен, то вокруг него появляется голубая подсветка. четко показывающий, какой объект выделен, где его габариты. Также сейчас включены классические так называемые брекеты, то есть вот эти вот уголочки, которые подчеркивают габариты выделенного объекта по его внешним точкам. Если они вам не нужны, вы можете от них избавиться, потому что, как видите, теперь выделение должно подсвечиваться голубым просто по форме объекта. Ну и вот 3D Max предлагает вам следующее. Во-первых, в диалоге Preferences есть опции во вьюпорте. Вот они. Это вот новая функция выделения. Preview – это как отображать выделение до того, как вы выделили объект selection после. Вот я скажу, отображая overlay, это означает, будет еще объект загораться сам по себе. То есть объект прям весь вспыхивает. Вот, обратите внимание. Не только контур, но вообще подсветка на весь объект забирается. Тоже, возможно, кому-то будет удобно. Ну а, соответственно, outline – это обводитель. Ну, по умолчанию, как вы могли заметить, и в случае выделения, и в случае предпросмотра, просто обводчик включается. Если же вы хотите отказаться от брекетов, то есть от рамочек вот этих, ну, в общем-то, все Максу с ним привыкли, конечно, не без этого. Тем не менее, в диалоге Configure Viewports у вас есть опция Selection Brackets. Если ее убрать, то брекеты больше появляться не будут. Работает. Вот, то есть вы можете брекеты вот так включать-выключать, или с клавиатуры, или через интерфейс. Ну вот, действительно, вот с этим новым выделением брекеты вроде как и не нужны. Так вот, давайте вернемся к объектам и работе с ним. В левой части экрана здесь у нас с вами меню уже не первый раз, в Максе замечено, в 15-м Максе имеется так называемый Sim Explorer, то есть просмотрщик сцен. Теперь, кстати, он очень сильно модернизирован. Например, в нижней части, вот тут вот, есть менюшка, которая позволяет по-разному пользоваться этим Explorer. Например, он может отображать объекты массов X. То есть, если, скажем, ты используешь систему массов X для физических симуляций, ты можешь переключиться на массов X, и он покажет только те объекты, которые загружены в массов X. Он может показывать только источники света. Light Explorer. В этом случае будут показывать источники света с их парадок. Ну, по умолчанию, да, это универсальный Sim Explorer, то есть он показывает все объекты, какие есть. И интересная возможность Sim Explorer – это вот эти две кнопочки, которые вы наверняка, заметьте, внизу экрана. Кнопочки эти управляют характером отображения объекта. Объекты могут отображаться либо в виде общего списка, так называемой иерархией. В этом списке будет видно, какой объект к какому объекту подчинен. Например, при работе с персонажами очень полезно будет видеть через этот список, как там руки, ноги, тело связаны между собой, где сделаны так называемые линки. Но другой режим, куда более полезный для сцены типа вот этой, архитектурной сцены, это работа со слоями. Переключившись на диалог слоев, я вижу, что теперь Sim Explorer воспринимает все иначе. Он говорит, вот у тебя есть базовый слой. Он в данный момент виден, он активен, и вот объекты его представляющие. Заранее понимая, что я буду работать с этой сценой, дополняя новыми объектами ее, проводя тестовые визуализации, было бы очень хорошо часть объектов сделать быстро убираемыми с экрана. И особенно это полезно в плане зеленки. Всякие кустики, цветочки, трава, они жрут очень много времени на визуализацию, и точнее имеет смысл их вызывать только для финального просчета. И вот я хочу сделать новый слой. А вообще-то в Максе есть такая штука, называется менеджер слоев. И я думаю, многие из вас уже освоили. Но получается так, что для простых операций со слоями, типа добавить слой, убрать слой, перекинуть объекты слой в слой, менеджер слоев уже не обязательно, но может пользоваться Sim Explorer для этих целей. Вот наверху есть кнопочка, на ней нарисованы слои искор, создание нового слоя. Я создаю, забавный глюк, да, пропали кнопочки. Я создаю новый слой, называю его, допустим, Greens. Теперь я выделяю нужные мне объекты, которые я, разумеется, этот слой хочу перенести. Ну, трава тоже в них войдет, я думаю. Давайте вам посмотрим, может, покраска тоже будет. Вот. И поскольку слой Greens на момент активен, то есть он подсвечен, нажатие плюсик означает, что выделены объекты перенести в активный слой. Все, теперь эти объекты перенесены в слой Greens. И прямо отсюда я теперь могу в любую секунду их выделить двойным чешком по слою, а нажав лампочку спрятать их с экрана. То есть вот так теперь я всю эту зелень могу мгновенно прятаться. То же самое можно сделать с отдельным слой, в котором мы сохраним с вами здание. Я делаю еще один слой. Заметьте, в этот момент я поступил немножко иначе. Я заранее выделил дом и создал слой. Это означает, что выделенные объекты сразу перенести в созданный слой. То есть если вы хотите сцену быстро разбросать на слои, просто выделяете объекты, нажимаете создать новый слой, объекты сразу в этом слое. Вот мне теперь осталось только написать хаос или билдинг. И вот у меня уже есть слой, в котором я могу этот дом прятаться или возвращаться обратно. Вот можно сделать слой новый. Car. Машинка. Ну и тоже отдельный слой. Ну, удобный механизм, ничего нового. В принципе, слои всегда были в максе. Просто теперь видите, по сути, механизм слоев объединили с механизмом работы с объектами, с их поименным выделением. Кстати говоря, что еще интересно, вы можете добавлять новые колонки, так называемые. То есть, допустим, сейчас Explorer как работает. Он для каждого объекта, нулю слоя, показывает, виден объект или не виден. И заморожен он или не заморожен. Можно прямо замораживать объект отсюда. Ну, насчет заморожен или не заморожен, невелика польза, на самом деле. По той причине. Это дает очень полезную информацию. Но это в первую очередь для всяких чертежей, разметок. Замороженный объект, невозможно схватить мышки и как-то им манипулировать. Например, когда ты создаешь чертеж и по нему построишь интерьер или здание. Чертеж очень полезен заморозить. Потому что тогда он гарантируем никуда не сдвинется, не съедет, не испарится внезапно. Типа, я ничего не делал, он сам пропал. Да, 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 да. Но вот в целом информация о том, заморожен объект или нет, по большому счету, не особо интересна. Потому что, как правило, замораживаешь один-два объекта, и ты отлично помнишь, что они у тебя заморожены. Но вы можете добавлять другие колонки. То есть есть такое понятие здесь, как управление колонками в слоях. Вот через Customize, Configure Columns, конфигурация колонок. Вот вы можете добавлять любые колонки. Например, цвет объекта. Включен ли у него там отсечка задних сторон, превращен ли он в бокс. Ну, вот мы с вами видим огромное количество колонок. Визуализируется он, виден ли он насквозь. Включены ли тени, если это светильник. И вы любые колонки можете добавлять в базовый список. Достаточно взять их, перевести и положить сюда. И вот добавляется новая колонка. Сперновмер я могу любому слою приказывать быстро превращаться в боксики. Ну, многие знают другую функцию Displays Box. Означает объект показывать в виде бокса. Вот, скажем, я зеленую вызвал, а потом сказал ему, давай в боксе превратиться. Ага, вот так, да. Потому что там не стоит свойство превращаться в боксы, ассоциированное со слоями. Не стоит превращаться в боксы, ассоциированное с объектами. Поэтому он не хочет. Нет, 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 нет. Если бы он был заморожен, то и для вот такой вот эффект. Белый, да, белый – это заморожен. Ну, вообще, видите, может болеть любые колонки сюда, но, естественно, можно их выбирать отсюда. Но сделаю поменьше. Теперь мы немножечко разобрали сцены. Давайте я спрячу ненужные по камне объекты. Оставлю только минимум объектов, необходимых мне, дорог, и вокруг него кусок местности. Ну, а сейчас мы познакомимся с новейшим инструментом, который называется физическая камера. Уверен, все V-Rayщики в курсе, что есть такая вещь, как физика камера. Но теперь она есть и в Max. Я уже говорил, именно разработчики V-Ray потрудились над камерой для 3ds Max 2016. Это пошло на пользу интеграции V-Ray и Max. Нажав команду создания камеры, вот, заметьте, если я переключаюсь в диалог V-Ray, теперь в диалоге V-Ray нет кнопки V-Ray physical camera. Зато в диалоге стандартных камер, вот она, physical. Это единая камера и для V-Ray, и для Max. Действительно очень классно, особенно классно в смысле обучения, потому что многие люди, прошедшие обучение на базовых курсах по Max, потом, переходя к V-Ray, вынуждены заново изучать камеру. Теперь такой проблемы не будет, камера вам уже будет знакома. Итак, я нажимаю physical camera, и вот интересный момент. Max возмущается. Дело в том, что я активировал слой Car с автомобилем, и я же его и выключил. И Max говорит, ты не можешь создать камеру, выключил слой, спрятал слой. Надо активировать нулевую слой для того, чтобы в нем камеру создать. Для того, чтобы активировать слой, достаточно щелкнуть по кнопочке с пачкой слоя. Вот теперь мне активно нулевую слой. Теперь камера создается без лишних. Поставлю камеру где-то здесь, наведу на здание. Чуть-чуть новую иконочку камеры, с таким дискателем, сбоку ноги. Вот. Ну и включу с ее глазами. Подниму камеру повыше. Вот что мы видим. Кстати, не очень мне нравится обзорность, который камера дает. Подвигаем ее поближе подальше. Также можно, естественно, поменять focal lens, то есть расстояние между линзами в объективе. Можно поменять размер сенсора. Размер сенсора, ну или размер матрицы, говоря по-поскому. Эта функция определяет воображаемый размер матрицы фотоаппарата или видеокамеры, что позволяет в точности сделать кроп, то есть соотношение сторон снимка, как на определенной матрице определенного фотоаппарата. Ну, сейчас у нас 35 миллиметров, full frame, в принципе, нормально. Поставлю я камеру немножко подальше, вот так меня устраивает. И я хочу поставить камеру на высоту головы человека. Это нормально. Для архитектурных визуализаций это где-то вот так. Чтобы она смотрелась с земли. А прицел ее, прицел ее, я подниму повыше. Так, чтобы он захватывал весь дом. Ну и сразу увидим, возникают вот такие вот характерные перекошенные искажения. Которые мы сейчас и устраняем в первую очередь. Выдали я камеру съемочную, нажму модификацию. Мы видим с вами, что у камеры настройки сильно похожи на вереевскую камеру. Но расположена чуть-чуть по-другому. Ну, кто из вас пользовался вереев физикой камерой, наверняка помнит ее параметры. Вы найдете почти любой параметр вереевской камеры здесь, но с чуть другой сортировкой. Ну и вот есть сразу такой раздел, называется перспектив контрол, то есть контроль перспективы. Где вам будет предложено поменять tilt correction, то есть угол перекоса воображаемый по вертикали. Что позволит выровнять линии. Ну, или если вам не хотят выровнять их на глазочек руками, как и в вереевской камере есть, auto tilt correction вертикальный, при установке галки auto, теперь линии всегда будут вертикальны. Даже если я камеру буду двигаться, как видите, линии все равно удерживаются вертикально. Это очень удобно для архитектурных визуализаций. Не секрет, что в максимуме была функция, обеспечивающая схожие. Но действие у нас, скажем так, далеко не столь очевидно. Если галку поставил, все хорошо. Естественно, эта галка работает и в видеороликах, поэтому если будете делать заразит облет камеры вокруг здания, у вас там все будет шикарно с tilt-ом срабатывать. Так вот. Но меня, конечно, интересует эта камера с точки зрения рендеринга, потому что у нее есть встроенная экспозиция, то есть контроль яркости. Но прежде чем работать с экспозицией камеры, надо создать дневной свет. Ну, давайте сделаем освещение. Классическое для mental ray. Mental ray здесь у нас с вами включен, легко это проверить. Как видите, я открыл диалог рендера, и что мне бросается в глаза? Блок управления системой рендеринга раньше был стыдливо спрятан в самой низке менюшки, еще и закрыт по уголчанию. Теперь он на самом видном месте. Мы с вами видим, что у нас идет выбор типа визуализации, production или active shade, дальше какой пресет используется, дальше какая система рендеринга используется, дальше какая проекция визуализировалась. Ну, действительно, это важнейший параметр, поэтому неудивительно, что я в конце концов догадались перенести в самое начало и с самого конца. Видно, что это mental ray, замечательно. Не буду я даже пытаться кнопку рендер нажать, сейчас ничего. Я лучше создам источник света, классический, так называемый, системный daylight, дневное освещение. В проекции топ рисуем розу ветров, то есть компас по-другому. Создаем солнце. Вот этот солнце пытается освещать нам картинку. Окно камеры в режиме реалистико изо всех сил пытается отобразить работу света. И мы видим с вами, что оно дает сильный засвет. Вот так это или нет, мы скоро увидим. Но прежде чем настраивать камеру, давайте закончим уже воздушь солнца. У солнца мы ставим само солнце, mental ray, небо тоже mental ray. Ну, вероящики могут поставить вероя и вероясь. Да. Вот у нас mental ray сам, mental ray sky. Теперь у нас есть солнце и небо, и всю дикую засветку дают. Также мы можем с вами подвигать солнце по небу разными способами. Можно через настройку географического положения выбраться, например, Европу, найти наш город-герой Москва замечательный. И поставить время дня, допустим, 2 часа дня. Притом 4 часа дня. Но все равно дикий засвет. А засвет из-за чего? Кстати говоря, давайте рендер нажмем, посмотрим, так ли все уже засвечено. Ну да, не врет. Окно перспектировано. Действительно засвечено. Все дело в том, что нет правильной экспозиции. То есть, когда у нас создается правильный физический свет, необходимо, чтобы вместе с ним работала правильная физическая камера. Камера сейчас работает, но она настроена скорее на ночную и интерьерную визуализацию. Если мы выделим камеру, мы увидим с вами два способа управления яркостью. Кстати, для верующих это новшество очень полезное. Потому что есть такое понятие EV, эксповеличина. И это очень-очень удобный способ для контроля яркости. У настоящего фотоаппарата нет понятия EV. Эксповеличина – это производная двух настроек. У настоящего фотоаппарата, если выполняется как диафрагма и выдержка, вот их произведение-то и есть EV, эксповеличина. Но некоторые системы REN, 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 сферы REN, позволяют сдать EV непосредственно. Не возясь ни с диафрагмой, ни с выигрышкой. Более того, если потом все-таки менять диафрагму или выигрышку, то EV все равно будут оставаться указанные вам. Это очень удобно. Сейчас мы поймем, почему. Вот я ставлю EV, например, 12. Ну и замечательно. Сразу подобрался такой уровень экспозиции, который для дневного освещения один из самых оптималиков. Ну а сейчас для дневного освещения 12-14 самое. Вот 13, например, 14, 16. Ну 16 – это для очень яркого света. Ну а 12-14 самое. Ну 12 ярковато. Да, 13. Можно темноваться. Можно 12,5 поставить. Заметьте, когда я меняю EV, у меня меняется ISO, то есть чувствительность матрицы. Если вам нравится возиться с физическими настройками камеры, тогда вы можете переключиться на manual режим, manual. Тогда вы ставите ISO, допустим, 200. Ну и теперь вы должны настроить два параметра. Это продолжительность выдержки и диафрагменное кольцо. Ну диафрагма, допустим, 8 стоит, а выдружка, кстати говоря, как видите, теперь можно 4 разных варианта измерения выдружки устанавливать. Ну правильно в долях секунды, конечно. Вот я ставлю, допустим, 1,02 секунды. Ну примерно то же самое получается. Кстати говоря, вы EV контролировать не можете в manual режиме, но увидите, сколько получилось. Вот я вижу, что при моих значениях ISO 200 выдружка 1,02 секунды, диафрагма 8, EV получается 12,6. Ну примерно то же самое, что у меня было, когда я manual поставил. Прекрасно. Еще один момент. Тут же мы с вами баланс белого можем определить. Сейчас стоит дневной свет, да это правильно. Однако, как видите, предусмотрена куча вариантов пресетов. И, наконец, появились подписанные пресеты для того, чтобы человеку не приходилось сломать голову, чему там соответствует тот или иной баланс белого. Вот он говорит, что 6500 – это яркий дневной свет, искупеляющий. 5200 – это солнечный свет, но не столь яркий. Вот я могу поставить 6500, поменьше, да, 5200, и я получаю более холодную картинку. Теперь преобладают такие голубые оттенки, нежели желтые. Могу поставить сумерки, шейн, могу поставить освещение для тень, да, облачность, могу поставить дневное освещение домашнее, или вечернее домашнее. Вот, не то же самое, да, получается. Интерьерно, скажем так. Поставлю я, пожалуй, Sunlight. Нравится мне этот вариант, все отлично. Замечательно. Ну и еще один момент. Если мы откроем знакомый, я уверен, многим диалог Environment, мы увидим, что у нас работает новый вид экспозиции, который сам включается, когда вы ставите камеру. Он называется Physical Camera Exposure Control. Контроль экспозиции физической камеры. У него тоже есть кнопка Render Preview, которая выдает превьюшную картиночку. И у него включен по умолчанию вариант Use Per Camera Exposure. Это означает, в зависимости от каждой конкретной камеры будет убираться та или иная экспозиция. Ну, например, если вы визуализируете проект экстерьерных, и у вас камеры стоят по-разному. Скажем, одна камера стоит с лицевой стороной здания, где яркое солнце, другая – стеневой. Раньше была проблема, потому что у Ментала можно было сдать экспозицию только для всех камер сразу. И для того, чтобы рендерить в тени, надо было меняться. Теперь при режиме Use Per Camera экспозиция определяется каждой конкретной камере. Если вы поставили кучу камер, и уже забыли, куда-то чего вот вопнули, какая экспозиция где, и видишь, что они все одну использовали общую, пожалуйста, можно переключиться на Ignore Per Camera Exposure. Это означает, что наплевать, какая там экспозиция в камерах, все равно экспозиция будет здесь распространяться. Сперва меняете EV вот тут, тут же просто EV, без всяких дополнительных распространений. И уже независимо от того, что стоит в камере, экспозиция будет браться из-за кузы. Но, как видите, разработчики предусмотрели оба варианта, чтобы вы могли и здесь экспозицию задавать, и в камерах. Плюс, естественно, есть диалог постобработки, который в любом случае одинаково срабатывает. Можно поставить чуть-чуть больше супрыжина, ой, извините, чуть больше теней. Может быть, чуть-чуть темнее среднего областа. Вот так вот. Ну все, прекрасно. Давайте закрывать диалог экспозиции. Мы с вами можем визуализировать картинку. Насчет визуализировать картинку. Ну все по-прежнему, вот кнопка рендер. Хотя рядом с ней новая интересная кнопка, которая называется облачный рендер. Но эта функция пока работает весьма посредственно. Это новейшее изобретение разработчиков. Компания Autodesk предлагает вам для рендеринга использовать свои супермощные сервера, находящиеся удаленно. Вы можете ставить рендер через их сервер, при том пока это почти бесплатно. Ну единственное, что у вас должна быть запись Autodesk учетная. И вы должны войти в 3D Max по своей учетной запись Autodesk. Вполне понятные последствия для тех, у кого нелегальный версия Max. Вот. Студенческая версия поддерживает. Поэтому вы можете рендерить через систему Autodesk 360. Из минусов. Она не поддерживает V-Ray. Поддерживается только Mental Ray исключительно. И она не поддерживает некоторые Mental Ray исключительно. Ну список вернучений вы можете посмотреть. Это первый шаг вперед в этой области. И конечно весьма интересно. Я бы сказал, что это серьезное, серьезное очень продвижение по той причине, что действительно именно эта функция в перспективе в дальнейшем позволит вам иметь достаточно слабый компьютер, но при этом рендерить молниеносный. Ну понятно, с определенными последствиями для вашего кошелька. Потому что эта функция не будет совсем уже бесплатной. Но в общем разработчики обещают вполне разумную плату. Отличную, сильно отлично от тех денег, которые сейчас требуют рендер-фермы за те же услуги. Сейчас вы наверняка знаете, есть разные рендер-фермы, которые предлагают визуализацию. Но там стоимость весьма внушительная. Здесь будет куда дешевле. Ну давайте нажму обычный рендер-продакшн. Вот я вижу картиночку. Это тестовый просчет. Мы с вами видим вполне годную реакцию Mental Ray. Можно немножечко ускорить визуализацию, при этом даже подтянув качество. Сейчас видите, качество не очень, потому что уровень квали стоит низ. Давайте я остановлю просчет. Я поставлю качество выше. Да, медиума хотя бы. Но в настройках Mental, не все, возможно, об этом знают, есть вопрос, как рассчитывать глобальный свет. Либо непосредственно от пикселей неба, это называется Image-Based Lighting. Именно эта функция необходима для работы с HDR в качестве освещения. Либо за счет Final Gather, то есть тогда уже идет свет от неких воображаемых точек, количество которых значительно меньше, чем в режиме IDL. Это очень сильно ускоряет рендер, именно рендер, не расчет света. Но из-за этого свет теряет чокость. Однако, если у вас стоит достаточно высокое качество Final Gather, то да, вы можете рендерить подобные проекты в режиме FG, и это будет ускоряться визуализацию. Мечность визуализации идет немножечко быстрее, несмотря на то, что я качество рендера поднял вдвое. Именно за счет того, что свет теперь рассчитывается по слегка упрощенному модулю. Ну и, конечно же, я могу опять установить рендер, убедившись, что у меня все хорошо, вызвать слои K и Grins, и нажать рендер снова. С первыми уже будет и зелень, видна на рендере, и трава, там, и все, что хочешь. Кустики на заднем плане. Однако, на этом я бы не хотел заканчивать данный проект, сейчас давайте спускаем рендериться, пока чуть-чуть. Я хочу показать вам еще одну фишку в работе с физической съемочной камерой. А именно, очень неплохо реализованный эффект глубины резкости. Тут надо заметить, что глубина резкости это весьма востребованная функция в художественных работах, хотя те же интерьерщики и визуализаторы фасадов здания эта функция редко когда пользуется, но ввиду того, что она, а, расходит очень много времени на это еще, и, б, имеют весьма сомнительную полезность в таких сценах. С вашего позволения, я не буду рендерить до конца, но вы все же понимаете, чем она закончится. Я лучше возьму проект с утопом и скопирую эту камеру. Меня вполне устраивают ее базовые настройки, поэтому я сделаю ее копию. И вот я хочу сделать вариант визуализации с автомобилем крупным планом. Давайте я перейду на вторую камеру, включу у нее прямо интерактивно в окне видоискатель, вот так постараюсь найти подходящий вид. О, звучит. Чуть-чуть удалим ее назад. Откроем настройки камеры. Я выделил ее вот таким вот образом, серед камерой. Но базовые параметры у них все те же самые остаются. Разве только. Для того, чтобы все это позабавнее смотрелось, я в диалоге Lens Distortion, то есть кривизна линза, сделаю линзу немножко выпуклой. Как видите, это позволяет мне сделать более широкий захват за счет выпуклости линзы. В проекции ТОП вы хорошо увидите, как это работает. Вот воображаемая линза камера, и вот она плоская. Вот же она становится выпуклой. Ну, вплоть до эффекта рыбьего глаза. Жесткого такого. Опять-таки, веройщики в курсе, что есть такая функция. Ну, в Max раньше она была реализована, скажем, прямо не очень заметным образом. И, наконец, что там с глубиной резкости? Вот я хочу, чтобы машинка смотрелась четко, а дальний план был размыт. Тогда давайте понизим диафрагму. Диафрагма у нас сейчас восьмерка. На восьмерке глубина резкости почти не чувствуется. Чтобы глубина резкости работала от души, диафрагма должна быть двойкой. При этом, правда, собьется яркость. Но если, вот это очень удобно, включен режим не manual, а target EV, то, по сути, вы говорите с системой, что хочу, чтобы EV было, допустим, 13. Невзирая ни на какие прочие настройки. И если я меняю диафрагму на двойку с восьмерки, в V-Ray бы сразу словил дикий пересвет. Надо было бы менять шатроспит из-за этого. Здесь же, как видите, все как было, так и осталось. Потому что ему отдан приказ, что невзирая ни на какую там диафрагму, EV все равно должна стоять такой же. И значит, система просто поменяла ISO, то есть чувствительность матрицы. Настолько, чтобы соответствовать EV, несмотря на изменения диафрагмы. То есть, если я нажму рендер, да, я только спрячу зеленку, вот это, что она тормозила. Я нажимаю рендер, я получаю абсолютно ту же картинку. Интересно. Вот это, да. Дело не закончилось, перезагрузка. Ну вот, что называется, бывает. Завис интерфейс, притом прикольно зависит. А если вот так? Вот так, пожалуйста. Давайте сделаем, что мы этого не заметили. Вот мышка подглючивает, это у меня тоже нет. Ну, возможно, возможно, у меня подглючивают мышку из-за того, что открыто очень много окон с записью, с трансляцией, там, был знает с чем. У меня просто тоже долго нахуй. Вот, и поэтому кнопочки не нажимаются. Но вот сейчас мы получили просто картинку, типа машинка, сзади горок. Но домик смотрится четко. Без искажений. Без, извините, искажений, это как раз видны, вот они, асферически. Но он выглядит четко. Давайте остановлю просчет. И теперь у камеры включу новейшие. Ну, как новейшие? Героечки давно им пользуются. И в Max он тоже есть. Просто в Max он не был реализован так удобно. Эффект Dapps of Field. Глубина резкости. И интерактивная система покажет, как резкость изменяется. Передний план разбился или сзади. Я сейчас вижу, что машинка стала нечеткая. Она потеряла фуксировку. Это потому, что резкость наводится вот на эту линию, которая по умолчанию стоит там же, где и прицел камеры. Мне же нужно резкость навести вот сюда, на машину. Для этого мы включаем режим Custom, то есть принудительная точка фокусировки. Ну и меняем Focus Distance, да пока она не вспомнит автомобиль, при том желательно как-то вот так. Немножечко изменилась глубина фокуса. Ну и, естественно, теперь резкость по-другому будет срабатывать, и здание будет немножко размываться. Давайте попробуем гриндернуть и посмотрим. Притом, если вы хотите здание размыть еще сильнее, надо понижать диафрагму. То есть, если я диафрагму камеры поставлю не двойку, а единицу, это максимальное раскрытие диафрагмы, теоретически возможно. В этом случае мы получаем совсем размытую глубину резкости. Вот теперь задний фон размыт. Получается сильнее. Что приятно, это одинаково абсолютно и настраивается, и действует, что с Mental Rain, что с Verray. Поэтому, изучив один раз, как это работает, при переходе от Render к Render, у вас не будет проблем с тем, чтобы там что-то заново настраиваться. Ну, дадим немножечко посчитать, что вы видите в передней фоне. У Mental, к сожалению, нет удобной функции, когда можно указать, какую именно точечку прочитать в первую очередь. Также у Mental, но, в всяком случае, пока нет механизма итеративного рендера, скорее всего, и не будет. Это же у iRai сделано, чтобы можно было рендерить всю картинку постепенно, а не отдельные квадраты. Как его, вероятно, называют прогрессивный рендер. Что очень приятно, вот эту новую камеру вы сможете использовать и в интерьерах, и в экстерьерах, и при визуализации отдельных объектов. Если вам лень изучать, какие там настройки, как должны стоять, я вам могу предложить, дорогие друзья, при запуске МАКСа, выбирайте разные режимы готовых сцен, подводные, архитектурные, объектные. Там везде стоят камеры физические, правильно настроенные. Вам достаточно посмотреть настройки этих камер, чтобы понять, как примерно от вас требуется ей управлять. Ну, а если вы у нас уже учили V-Ray, то, в общем-то, это самая обычная вероечная физическая камера, просто чуть-чуть по-новому перенесена. Я имею в виду интерфейс ее настройок. Вот мы отлично видим на переднем плане вот такую запредельную четкость изображения, на дальнем плане DeFocus. Но, к сожалению, сейчас зернистый с большим, но это из-за того, что Mental Ray стоит качеством 0,5. Ну, мы с вами отлично знаем, что Mental Ray никогда не отвечал от качества большого настроения, вот такое совершенное. Поэтому поднимать качество выше я сейчас по планетной причине не стал. Даже на автомобиле видно, как задняя часть уже теряет немножечко фокусировку и размывается. И получилось с такой простой. Хорошо. С этой сценой мы закончили. Ну и давайте двигаться дальше. У меня для вас есть еще парочек. В этой сцене мы посмотрели такие вещи, как Sine Explorer, как камера физическая, но в Максе множество инъектов людей. И давайте откроем следующее упражнение, которое познакомит нас с новым очень простым, эффективным модификатором, отвечающим за сглаживание полей моделей. У нас тут есть колесо. Можно пока спрятать шину протектора. Да, кстати, как видите, сейчас у меня исчезла боковая панель Sine Explorer за то, чтобы вызывать ее и прятать, теперь отвечает специальная кнопка в интерфейсе. Вот она, которая называется показать Sine Explorer. И она же его больше не нужна. Ну, собственно говоря, раньше такая функция была просто без кнопки специально обычно. Теперь кнопка появилась, куда-то. Итак, у нас есть колесо. Я пока спрячу все, кроме самого колеса, кроме диска колеса. И вот мы видим, что к нему применен модификатор TurboSmooth. Также здесь есть у нас съемочная камера, которой я приказал летать вокруг колеса. Если я нажму Play, ну, будет эффект, как будто колесо вращается. Мне это нужно для того, чтобы вы могли оценить быстродействие системы с TurboSmooth. Вот она. FPS, количество кадров в секунду, оно явно указывает на то, с какой скоростью система сейчас общитывает в секунду. И выдает она тренироваться в проекцию. около 300 кадров в секунду. Давайте я уберу модификатор TurboSmooth. Уверен, вы все умеете пользоваться TurboSmooth, он унифицирован и для Max и для Mai. Называется он OpenSubdiffs. Идея ровно та же, что и в TurboSmooth. Тоже можно выставлять сколько икораций, можно включать и выключать из-за лайн-дисплей, но прикол в том, что работает OpenSubdiffs значительно быстрее. Обратите внимание, сейчас его быстродействие не сильно впечатляет. Но если мы переключаем его на GPU, это означает, что сетка будет просчитываться видеокарактер. И если у вас есть очень тяжелые и сложные модели, которые сильно тормозят вам проекцию, и они находятся под TurboSmooth, вы можете убрать TurboSmooth, применить OpenSubdiffs и поставить опцию GPU Display. В этом случае сетка будет рассчитана на видеокарактер. И сразу же FPS подскакивает до 10 раз. Ну, его подколбашил и раньше. Вот так можно сделать. В режиме GPU он чуть хуже отображает структуру линий, но скорость проработки сетки очень сильно возрастает. Притом это относится в первую очередь к анимированным персонажным сеткам высокой плотности. То есть надо сказать, что главным образом это, конечно, имеет смысл не к дискам колеса переделываться, а к персонажам с анимацией сетки. Потому что поверхность на анимации сетки она очень тормозит, и TurboSmooth с ней, ну, скажем так, не особо радуется. Если OpenSubdiffs в режиме видеокарты вешат персонажа, то, в общем, там все куда веселее это будет. Ну, и также при переносе с Максом в мае тоже эта сетка будет переноситься без повреждения. Модификатор OpenSubdiffs аналогичный модификатор TurboSmooth и, в общем, на ваше усмотрение вы можете использовать тот или другой. Да? А есть смысл в модели но я вам скажу так, пока я не имел счастья сравнить насколько велика разница, разработчики утверждают, что да это. То есть это, в принципе, замена TurboSmooth. Притом она была доступна раньше в виде платного расширения в 3D Max, сейчас она включена в состав. Вот, естественно, он может по-прежнему использовать TurboSmooth либо используя OpenSmooth. Ну, давайте посмотрим еще одну интересную сцену, которая познакомит нас с еще одним нововведением, которое называется камера сиквенса. Камера сиквенса или переключатель камеры. Вот, у нас с вами есть такая сцена с несложной анимацией, в которой происходит следующее. И мы хотим показать зрителю вот этот ролик с работающим манипулятором таким образом, чтобы он был показан с разных камер, чтобы можно было показать его с камеры, которая там закреплена на манипуляторе слева, справа, когда манипулятор хватает объект, чтобы он крупным планом показать, как его захват смыкается на объекте. Можно представить себе кучу сюжетов с персонажами, с архитектурой, когда вам нужно переключаться в процессе визуализации с камеры на камеру. Раньше это делали главным образом таким незатейным способом, рендерили ролики глазами каждой камеры, и потом в системах типа Adobe Premiere, то есть видеомонтажных системах, эти секвенции между собой объединяем. Сейчас же у нас появилось новое средство, которое называется камера секвенса. Чтобы добраться до него, вам нужно для начала сделать разные камеры съемочные. Вот можем посмотреть, у меня есть камера AllView, есть камера Animated, которая проанимирована, есть камера Linked, которая просто линкнут вот к этому манипулятору, и мы видим сами глазами по сути манипулятора. Есть камера PlaceHare, которая показывает зрителю, как манипулятор кладет шарик, показывает такая интересная фазированная анимация манипулятора. Ну и есть камера Take, которая показывает как вам как шарик кладет. И вот я хочу, чтобы зритель увидел последовательность всех этих камер, но не собранную в премьере, а прямо здесь в Максе, что можно было все это легко переделывать, перестраивать. Главная проблема премьеровской сборки, если ты в премьере понял, что лучше было показать как-то по-другому зрителю сюжет, то тебе придется заново в Максе перерендерить какие-то куски. Ну или рендерить чудовищную последовательность всех камер, всех кадров, включая тех, которые тебе пригодятся на сборке. Это потребует, сами понимаете, с огромным расходом времени лишнего. Поэтому, конечно, лучше иметь возможность отрендерить то, что надо. Так вот, мы нажимаем с вами. Ну, кстати говоря, там есть несколько разных подходов, как начать процесс. Но самое простое нажать рендеринг и выбрать здесь новейшую функцию, которая называется камера секенсив. Интерфейс Макс расширяется внизу вот такой панели, которая имеет несколько разных закладок, так называемые стейты. это состояние сцены и, собственно, сам секвенсер. По умолчанию секвенсер не знает, что вы от него хотите и выдает вам вид последовательный глазами каждой камеры. То есть, если сейчас мы нажмем play, то вот у нас камеры все, какие мы с вами создали. Он для каждой камеры создал свой так называемый стейт, состояние сцены. Кстати говоря, если в этих стейтах что-то менять, скажем, яркость освещения, то это будет применено только для дабы камеры. Если включена кнопочка record, то у каждого нового, может быть, слой или состояние, есть код record, и она запоминает изменения только для этого вида. Довольно интересный трех. Но здесь, вообще говоря, с двойным дном система, в любом случае, я сейчас нажму play и посмотрю вид глазами камеры, собственно говоря, вот вид глазами камеры у нас, то я вижу, как идут переключения между камерами. Одна камера, другая камера, третья камера, четвертая камера. Но поскольку сейчас он выбрал камеру случайным образом, то да, я боюсь, ничего интересного не происходит. было бы очень хорошо сейчас сделать вид типа вот такого, здесь включить окно перспективы, чтобы мы могли видеть, что вообще происходит без относительно того, какая камера выполнена. И вот в целом я хочу возможность показывать общую картину. Это называется all view. Я поставлю эту камеру в самый нижний, тот как слои фотошопа. Очень важно, какой слой находится ниже, какой выше. Потому что если я какое-то слое, растяну на всю продолжительную. это означает вид глазами этой камеры показывать на протяжении всего ролика. За исключением тех случаев, когда находятся на более высокой дорожке какой-то другой вид. То есть теперь, если остальные виды пока очень сильно сокращу, что я вижу? У меня на протяжении всей анимации идет общий план этого станка манипулятора. Но в какие-то моменты идет переключение на другие виды. разы только не совсем правильно эти переключения. Но и теперь мы уже можем придумать какой-то сюжет достаточно интересный. Типа начинается все вот так. Дальше он идет вот так. Дальше идет переключение на этот вид. Типа он опускается вниз. Потом у нас там есть вид крупным планом, только не с этим. Вот анимейт можно вид поставить. то есть он вот так вот мы видим с вами. Потом мы снова видим глазами общего вида. Потом давайте возьмем камеру, которая называется Place Here. Сюда поставим. Теперь мы хорошо видим, как он ставит шарик. Опять общий вид. Можно скопировать некоторые виды, при том даже не скопировать, а сделать новые стейты. допустим, мне нужно, чтобы вид animated повторялся несколько раз. Тогда я сделаю просто новое стейт и скажу ему, что я хочу здесь получить вид animated камеры. Вот и теперь я вот здесь получу вид анимирования камеры. Только это лучше было, конечно, камеру take поставить, потому что она должна показать прям крупную шарик перед скос. Так вот. Ну вот теперь сделаем анимированную камеру. То, что у меня на нижней дорожке идет камера общая, ничего страшного. Теперь вот здесь сделаем камеру place, которая кладет его place here. Опять мне нужна еще одна такая камера, потому что мне кажется не очень удачной идеей, но дважды задействуют два отрезка на камере не получается. Поэтому я приду сделать еще один state, говорить, что здесь мне нужна камера place, которая ставит его на место. Второй шарик. Ну и в конце я сделаю еще одну камеру понимаете. Который даст вот такой вид. Ну и как следствие видите я расставил виду всех камер и теперь включим вид на весь экран, нажмем play. И получаем такое очень динамичное повествование о работе этого устройства, что действительно мега удобно. Если что-то я меняю, мне достаточно поменять камеру, поменять продолжительность здесь. Мне не нужно рендерить все это и экспортировать в Adobe Premier. При этом для каждой камеры можно менять мер освещение, можно менять некоторые параметры среды, включать и выключать фон, например. Вам достаточно нужная камера, когда на работе включить запись, поменять ее состояние, поменять настройки объекта, это будет заполнено только для этих камер. Например, если для этой камеры меняю освещение, это относится только к данной камере, к другим камерам это относиться не будет. И соответственно только для данной камеры это будет воздействовать. Более того, там есть диалог, список изменений и видно, какие изменения для камеры были проведены. Также мы видим сами, что запоминаются разные состояния сцены. Что еще очень интересно. Давайте сейчас точечку подзакрою. Это как выполнить рендеринг глазами всех камер, которые вы задействовали. Подключу систему, к сожалению. сцены. Ну давай уже работай. Ага, понятно. Шикарно. Ну что ж так неприятно. Я очень изумяюсь, дорогие друзья. У меня не хочет сцены. вот, вот, все выходило. Да, все отлично работает. Так вот, для того, чтобы отрендерить окончательный ролик, вы обычным образом настраиваете визуализацию, проводится сохранение в нужную вам папку, но нажимаете рендер не здесь. Чтобы нажать рендер, вам нужно в камере секвенсоре использовать функцию рендеринга отсюда. Сейчас, секунду. правой кнопкой по сетам и команда render all states отрендерить все состояния. И он будет рендерить их одним из двух способов. Либо все файлы в одну папку он зальет, либо можно еще ему приказать в секвенсор моде так называемом. Сейчас, секундочку. ну да, вот все. И он теперь готов рендерить все их в одну папку в указанный файл. сейчас у меня просто не настроено сохранение, поэтому нет, не хочу это продолжать. Ну вот я попытался отрендерить, но поскольку сейчас я отключил визуализацию не стал проделать. Ну что же, еще одна интересная функция касается работы с модификатором скин. Вот там буквально одна кнопочка, но он достаточно интересный для визуализаторов, для аниматоров персонажа, скажем так. Это улучшенная система развесовки при работе модификатора скин, который создает кожу персонажа, опираясь на скелет. Вот я вам покажу на примере такого очень простенького примерчика. Сейчас секундочку. У меня такой смешной пример с цветочком, который умеет делать вот так. Вот. Да. Давайте посмотрим, как у него настроен скелет. Вот мы видим там ручки, ножки у него всякие, да? И вот висит модификатор скин. А привязан вот к этому скелету из костей. Как вы отлично знаете, ну, сочетая занимается персонажкой, модификатор скин занимается тем, что к костям, вот они, кости, привязывает некое тело, условно говоря. И одна из главных проблем это вот эти вот узлы, которые создают сгиб локтей, колен, плечей, потому что здесь возникает конфликт весов соседних косточек. Вот есть одна косточка, вот есть другая косточка, и на вершины узлах обе кости влияют равномерно. И от вершины не всегда себя корректно часто возникает какой-то эффект скручивания, заминания, ну, в общем, всякие там, скажем, нездоровые ерунда. Ну, и вот в новом скине, ну, как не новом, чуть-чуть в новленном скине, предусмотрим такая функция. Включив управление костями и выбрав какое-то так называемое envelope, то есть оболочку. Сейчас, секундочку. выбрав какую-то из оболочек, я вижу, какие точки присоединены к этой оболочке, какие точки к этой оболочке присоединены. Видно, что точки конфликтные, потому что они на обе оболочки влияют на это и на это. Вернее, обе оболочки влияют на них. Ну, вот, если я перейду в режим выделения точек и выделю непосредственно те точки, которые создают какой-то конфликт, тогда я отменю опцию выделять весь элемент. Ну, здесь немножко ситуации, конечно, точек у нас мало. Обычно тут в локтевом суставе огромное количество вершин, чтобы красиво локоть удерживать. Ну, я специально вывел более простую сцену, чтобы хорошо видеть происходящие. Так вот, выделив указанную точку, я вижу вот новейшая кнопка, которая называется новый режим скиннинг, то есть обработки blend вейс, весов смешивания вершин. Включив этот самый новый blend вейт, я вижу вот они точки, я захожу в настройку вес вершин, выравниваем вес равномерно, то есть сила удержания единица. Видно, что точки расправятся на вершин. Ну, а теперь есть такая функция, как blend, то есть смешать. И вот их вес равномерно начинает выравниваться, видно, что они желтеют, краснеют, становятся розовыми. Это как раз отображает, насколько вес вершин равномерно вырваны относительно костей, которые сгибают. И вот в режиме двойного скиннинга именно эти конфликтные ситуации решаются куда лучше, чем в классическом режиме. Ну, собственно, все, что мне нужно было сделать. То есть просто при управлении весом вершин включаете blend нового типа. Ну, вот теперь локоть будет сгибаться лучше. Если он раньше там заминался слишком сильно или скучился или закручивался, я с одной из костей скручиваю не буду. Но после такого выравнивания локоть ведет себя очень даже не плохо. Можно весь ролик посмотреть. Хотя, я думаю, это же ничего особо интересно нам не даст. Ну, так пускай будет. Как видите, персонаж управляется с помощью специальной оснастки, которая заставляет его двигать ручками, поворачивать ладошки. Ну, это пример с курса анимации персонажей, который у нас читается. Если вы занимались анимацией персонажей, то вы наверняка встречались с подобными этими оснастками. Ладно. Что-то в этом дайте. Ну, в общем-то, мы увидели с вами, не скажу, что все, но многие возможности 16-го макса, но и пользуясь оставшимся временем, я бы хотел коснуться еще одной интересной очень вещи, которая наверняка волнует всех людей, которые так или иначе пользуются или пользуются или будут пользоваться системой рендеринга V-Ray. V-Ray за последнее Fall года тоже сделал несколько решительных шагов вперед. Мы долго время здесь читали V-Ray по третьей версии, перенос с небольшими дополнениями к ней. Сейчас мы переходим на чтение V-Ray 3.2. Он обладает и новыми функциями, и значительным величным быстродействием в конспектах и новым механизмом постобработки. И вот я сейчас открою еще одну сцену, которую хочу вас познакомить V-Ray. Я открою файлик, который мы используем в первой части курса для обучения визуализации интерьеров. Здесь мы видим с вами стоит уже освещение, материалы. Ну и конечно же вот он новый V-Ray. Ой-ой-ой, не та кнопочка, а эта эксклюзивная. Теперь та кнопочка. V-Ray 3.20. Ну или как его называют 3.2. Это новейшая версия игры, самая последняя. Мы видим с вами настройки, все то же самое. Большого принципиального отличия нет. Хотя безусловно появились такие очень милые вещи, которые просто потрясающе облегчают жизнь при минимальном слайде английского. Теперь скажем при наведении на любую настройку появляется подсказка что эта настройка делает. С подробным разъяснением. Я уверен многие загадочные галочки и функции, которые раньше люди настраивали по принципу, я не знаю почему это так надо, потому что начали работать, но сейчас они станут более понятными. вот того же сам вероятность мая, пыли лайт кэша, какие-нибудь такие вещи типа sample rate, садивов, и трейса и прочих непонятных функций. Теперь можно понять без чтения хилпа за что то или иное функция отвечает. Кстати говоря, еще одна интересная вещь лирея, но я в общем-то подозреваю, что я еще не раз из-за нее буду хвататься за сердцем. Теперь можно сохранять настройки по умолчанию не всегда как тебе хочется. То есть ты можешь настроить тебе как угодно и сказать, мы бы всегда запомнили такую настройку, что после резета ты был настроен именно так, как я тебе сейчас сказал. Но с точки зрения когда в одном какой-то работают десятки людей, это же конечно тихий ужас. Но ладно. А так для домашнего пользования это особо полезно. Но говоря о нововведениях вероят, да, это новые подсказки, это новая настройка материалов. Вот обратите внимание в материалах теперь. Во-первых, совершенно другая конфигурация интерфейса. Чуть иначе расположены такие настройки, как Glossiness, Subdiv, Depth. По-другому FreeNelioWare настраивается. Рефракции, небольшие изменения. Fox стал отдельным диалогом. Truss-Lusson стал отдельным диалогом. Больше не привязанным к диалогу рефракции. В BRD-EFI, то есть в шейдерах, появился новый шейдер, который называется GTR GGX. Микрофассетчатая визуализация. Очень интересно работает для металлов. Вот металлы в режиме GTR GGX смотрятся куда эффектно. За счет, так называемого, GTR Falloff, то есть спада отражений и блеска, на металлах это будет очень-очень неплохо смотреться. Поэтому, что ваши металлы хромы, зеркала, с полировками всякими, переключают на шейдер BRD-GX. И, в общем, вы будете чувствовать некоторые изменения далеко не в худшую сторону. Из дополнительных вероевских интереснейших возможностей, естественно, это сильно обновленный буфер выбирая. Вот я, давайте, нажму кнопку рендера, только сейчас я сделаю чуть-чуть поменьше Берн у Рейнхарда. Ну, собственно, вообще его включить единицу поставить. Я уверен, многие знают, что Берн это настолько сильно подавляет засвет. И вот я включил нулевое подавление. Означает, все засветы будут в полный рост. Мне сейчас выберут. А, да, извините, еще один момент приендрить, пока не буду. Я вам лучше расскажу о вере РТ. Если я перейду на режим ActiveShade, то, как мы видим, в вере РТ некоторые новые настройки появляются. По-прежнему можно выбирать между цепью и куда. Поддерживается куда лучше работа лайткэша, то есть, если вот сравнить быстродействие РТ новый и старый, то скорость работы, конечно, ее сильно будет отличаться. Более того, заметьте, РТ теперь рендерит в Виреевском буфере, не в Максовском. Раньше была серьезная проблема, Вире РТ нельзя было запустить в буфере Виреев. В общем, скорость работы Вире РТ, если вы будете сравнивать, она значительно отличается в новом и старом модуле. Сейчас мы видим скорость, к сожалению, очень высокая, но это, к сожалению, из-за того, что просто сцена очень сложная, куча материалов освещения. так, конечно, РТ работает внутри нового собственного модуля, очень интересно работает. Вот, появились некоторые новшества, что у тебя там подложить в задний фон, но сейчас лучше мы на обычный рендер посмотрим. я в РТ основную переключусь на продакшен, я интерну снова, теперь уже в продакшен. А, вот еще. Давайте-ка я, да, извините, такая тема. Трудно запустить рендер с первым разом. Я спрячу панорамный фон, оставлю пустой фон за окном. Ну вот, наконец, пошел обычный рендер. Ну и сразу обратите внимание. Во-первых, диалог history теперь. А, сейчас, секундочку. Я вижу настройки, естественно, сохранились. Надо бы по-хорошему V-Ray перезапустить, потому что при этом настройки сбросятся на так называемые новые, на дефолт. Потому что сейчас V-Ray перезапущу V-Ray теперь придется его заново перенастраивать. Ладно. Кстати говоря, вот, заметьте, я V-Ray перезапустил, и он сразу в режим прогрессив приобретет. Новая тоже особенность его. Потому что теперь по умолчанию сразу в режим прогрессив. Сейчас, с вашего позволения, чуть-чуть перенастрою его заново. Почему вы думаете, что Mental Ray не будет прогрессив? Скорее всего, не будет, потому что теперь Mental Ray разработчики все меньше и меньше, поддерживаются они стараются I-Ray поднять. Заметьте, уверяйте, теперь в G-Ray стоит не LightCash Irma, а BruteForce LightCash. Но тем не менее, я переключусь на старый добрый и радио LightCash 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 меня все устраивает. Ладно, все хорошо. Не считая того, что прифильтр включен теперь. Может сделать побольше. В общем, настройки LightVery опять некоторые изменения, скажем, как видите, претерпели. Все меньше и меньше требуется ковыряться с ним, чтобы он работал. Ну, вроде, сейчас меня все устраивает, не знаю, что я забыл, раз эти шпиля. Запишу я ряду заново. Да, все. Новый настройки. Обратить внимание, диалог History теперь пристыкован сбоку неотъемлемой частью интерфейса. И диалог цветокоррекции тоже пристыкован с правностью. Что еще интересно в History раньше я включил, он теперь в History умеет настройки считывать. То есть, если у вас в History уже есть картинка прендерена как вам надо, можно понять правой кнопкой сказать «Санок сгрузи настройки настройки». И он настройки в изображении настройки текущей станды и в History видеть некротиночки. Поэтому я с в History сохранил какой-то старый проект, и он успешно отремится и вы делаете новым. Можно в History прямо правой кнопкой считать настройки старого проекта вновки. Достаточно интересная функция, ускоряющая. Он думает многим пользователям хайлайт рендер. Поэтому сферим варенхард не теряясь контрастность ужасно. То есть можно теребенком ставить 0,7, 0,8, чуть передавливало. Вот сейчас пошел прогресс рендер. Видно, что здесь жуткий засвет. Здесь тоже жуткий засвет. И соответственно, если я сейчас дам хотя бы посчитать 4 паса маловато, что бы. Одна минута у меня арендера, он все равно больше мурина контроля. Тебе не нужно рендерить заново. главная проблема в Color Mapping то, что если она вероятная профукла настроек, и она не подобрала то, когда Mapping срабатывает уже не может мне отказаться. Нужно рендерить по малой. Здесь же именно пост-обработка. Вот у нас сохранилась в history. Теперь я могу отрегулировать. Также появилась новая настройка white balance баланс белого. Можно менять его влево или вправо. Делать изображение дохладнее или теплее. Опять если вы профукали white balance у камеры, то можно поменять его отсюда. Но все остальное то ли к счастью, то ли наоборот осталось почти как было. Разве только появилась новая фишка background image. Можете загрузить любое изображение. Ну это должно быть какая-то достаточно простая картинка подходящая в роли заднего плана. Ну например вот такая. И он ее будет подставлять вам в качестве задника. Если вы нажимаете кнопку USB Ground Edge он ее подставляет уже на трендерную картинку через канал. Нет. учитывается. Потому что он просто берет картинку вкорячивает как есть. Естественно при этом он вставляет ее по размеру в свой экран. Без попытки писать его контроль. Но однако вот такая функция возможно будет полезна. То есть вы можете задний фон не устанавливать во время реально поставить его поступок. Но многие умеющие пользоваться фотошопом отличие за канал фотошопом подставить. Но однако те кто нет вот пожалуйста реангерите без фона за окнами потом берите картинку загружаете сюда и поставляете отсюда. Также есть возможность поставить на переднюю плану и на заднюю что просто смотреть я удивлен что здесь нет ползуночка в тип яркости картинки фокуса и прочее. думаю если функция понравится пользователем разработчику будет несложно перекрутить ползунки размытие фона яркости фона. Это просто новейший инструмент который вот себя показали. Вот ну и заметьте если резет картинку это да пора 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 но сделаю какую-то новую сцену опять верну ее вероим по привычке переключился отсюда хотя бы здесь выбрать вот открою history я вижу в history вот новая картинка вот старая и если я правой кнопкой нажимаю по старой картинке уже отрендер то вот команда лот в рейс загрузит настроек из этой красоты при нажатии все параметры загрузились в текущую сцену из отрендеренного изображения с храненом в history и теперь я нажимаю реангер снова и новая картинка реангерится с теми же настройками которые реангерилось новое излучил хорошего приходится что стройка освещения всего прочего никак не подходит до рендера отлучения тем не менее венесу параметру включен глобальный свет настройки вот такие вот нововведения версии которые пойдут нам с вами на пользу видно что интерфейс немножко поменялся те же самые сохранения каналов раздельные теперь появилась кнопочка она была их несколько теперь одна стала но такие уже изменения сказал появилось несколько новых карт есть например карта с рандомайзером которая может случайным образом цвета выбирать из списка то есть если вы сделаете 20 чайников в эти карты поставить 5 цветов и скажете рандомайзер то чайники покрасить случайным образом выбором из 5 цветов при том можно рандомайзер случайно может поиминантом можно цикличнее чтобы они были покрашены по очереди появилась у Верея новая функция которая пока мало востребована ввиду того что народ еще не распробовал но для тех кто в курсе есть такая система тоже компания хаусгрупп называется феникс она делает обалденные эффекты пламени и она их умеет сохранять в виде объемной пространственной сетки эффекта и вот у Верея появился объект который загружает эту сетку появился новый эффект вот как вы знаете есть такой эффект который называется environment fog это объемный туман он кстати говоря тоже отличился немножечко новых версий он побыстрее работает а есть теперь новый эффект который позволяет загрузить из феникса сетку ее визуализировать даже без самого феникса то есть если феникс сделать эффект взрыва или огня скажем горячего в камине вы теперь можете загружать этот эффект Верея и визуализировать Верея достаточно удобно ну что же дамы и господа на этом я пожалуй рассказал о всем о чем хотел если у вас какие-то вопросы остались я буду очень рад ответить вам на них и сейчас еще одну секундочку у меня есть для вас вот такая штука я бы хотел узнать у наших уважаемых комбинаристов отношение к новым возможностям 16 макс я запущу у вас так называемый тест вам будет предложено ответить на вопрос касаемых касаемые новых возможностей макса пожалуйста выполните этот тест и просто дайте мне знать ваше мнение насчет возможности макса ну хорошо я думаю результат я скоро вижу на этом дамы и господа мы с вами заканчиваем наш вебинар надеюсь вам понравился представлен любые ваши вопросы будут весьма умест я сейчас вас не отвечу я большое спасибо 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 а поддерживает тоже камеру что и ментал они одинаковые как раз аэро и ментал аэре и вире теперь у них у всех одна камера общая это очень потому что тебе надо ломать голову, построить любую систему отдельности. Да? Можно использовать ту и другую экспозицию, как хотите. Не синхронизируется. Она работает независимо, хотя и схожим образом. Поэтому сейчас каждый раз большое спасибо вебинаристам, кстати говоря, за ваши отзывы. Надо качать 16. Хорошо, что такие гены спросили. Так вот. Эта экспозиция автоматически только вы камеру создаете. Макс даже не спрашивает, просто может включать экспозицию, которая для камеры нужна. А так мы видим с вами вот здесь вот, в диалоге экспо-контроля, что есть обе экспозиции. Старая, фотография экспозиции контроля и новая физико-камера экспозиции контроля. Эта и другая будет у вас работать, как за белую душу. Да, если использовать физическую камеру, то использовать только экспозицию. Да, да, да. Если сработать, если работать с физической камерой, то, разумеется, физико-камера спрашивает. Вот нас спрашивают по вебинару. Быстрее работает 16-я версия, чем 15-я и 14-я. Ну вот я вам скажу так. В 15-й версии действительно движок Nitrus был подвергнут серьезным изменениям. В 16-й версии нет такой информации. То есть разработчики ничего не говорили на счет изменения движка графического. Поэтому работать в 16-й быстрее или не быстрее, трудно сказать, а надо посмотреть на сцену. Вот, по моим ощущениям, ну уж немедленно и точно. Я не так давно, в 16-й максимум, начал работать с собой. Прошло несколько недель. На моих сценах, да, 16-й работал как минимум немедленно. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Там тоже, опять же, как-то вебинар. Да. Запись в семинар будет выложена, разумеется, в рейтуб. Как вырастите? Сверх тоже, опять же, как камера, в разуме больше стоит. Да, да. Присообразные. Ну, сейчас надо использовать фотометрические светильники. Всегда. И все будет отлично работать. Вот насчет взрыва. Я боюсь, на одном курсе мы не изучаем систему хаос-групп Феникс. Ага, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Я очень хорошо отзываю. Если вы посмотрите на YouTube примеры работы Феникса, вы поймете, как он устроен. И по нему есть куча уроков. Феникс, изгенерировав атмосферовую сетку, сможет открыть ее игрой и отректироваться. Ну, это даже без наличия Феникса. Как можно купить сейчас 16-й Макс? Ну, вы можете скачать 16-й Макс на сайте Федеска, зарегистрировавшись. Да, да. Есть разные системы покупки Макса. Можно купить его на полгода, на год и навсегда. Ну, на полгода и на год это называется не покупка. Но навсегда это, разумеется, вы просто покупаете его и пользуетесь неограниченное количество времени. Но тут, надо сказать, не самая выгодная идея, потому что, покупая его навсегда, вы будете платить тогда за апгрейд на следующий версий Макс. А так вы платите ежегодно и пользуетесь версией Макс. вы можете посмотреть политику компаний от Дескла, в плане она достаточно гибкая, но, к сожалению, как у Адоба, там помесячного варианта нет, насколько я знаю, есть вариант только на полгода. Феникс – это продукт компании Хаус Групп, которая сделала тот же разработчик, что и Вирейд. При том, Феникс появился даже раньше Вирейд. Потом Феникс, правда, переиздали еще раз, уже на современном технологическом уровне. Феникс – это такой же планин, как и Вирейд. Совместимый с Виреем, хорошо очень. Вплоть до того, что огонь, создаваемый Фениксом, Виреи используются как источник света. То есть, если Феникс сделал языки пламена, свет не выйдет физически правильно. И вокруг все освещается реальностично. Посмотрите на том же самом Ютубе, напишите Хаус Групп Феникс и увидите кучу роликов, как Феникс работает. Это очень известно. Субтитры создавал DimaTorzok